Ну чё, мальчики и девочки, дожили и до обзоров бухла, а именно вискаря. Посмотрев кучу чужих обзоров, я понял одно. Во-первых, запаха, но это не корона. Я просто прям вот как они там не ощущаю. Тут чуть-чуть ромашки, тут чуть-чуть клевера, тут чуть-чуть розочки, тут еще чуть-чуть, тут я обожженную древесину какую-то. И все это они чувствуют в вискарях за 300 рублей, в которых, например, я, кроме привкуса ацетона, не ощущаю ничего. Поэтому я перестал доверять этим мамкиным экспертам и, открыв свой бар, с удивлением обнаружил, что у меня практически весь дешевый виски, он из Ирландии. И я хотел сделать обзор на недорогие сорта виски, но, к сожалению, у меня в Шотландии не нашлось ни одной. И я вам объясню сейчас, почему. Кстати, я понял еще одну вещь, что если ты обозреваешь виски, то у тебя должна висеть обязательно карта на стене. Вот я распечатал на принтере, теперь я, так сказать, профессиональный лицензированный обозреватель виски. Итак, погнали. То есть и тут Ирландия, и тут Ирландия. Спросите, почему здесь две бутылки, а здесь у нас семь. Объясню просто. Тут у нас односолодовые попались, здесь у нас блондированные. Год назад я абсолютно не разбирался в виски. Для меня купить какой-нибудь Red Label по акции являлось просто манной небесной. По прошествию года я понимаю, что тем же Red Label я не стал бы, наверное, оттирать даже краску со своей одеждой, а просто вылил бы его в рукомойник. Настолько это плохой напиток, и я бы не стал его даже ни в коем случае называть виски. Отсюда и стереотип. Многих людей спрашиваешь, почему же вы не пьете виски? Он говорит, фу, гадость. А ты спрашиваешь, а что же вы пили? А там тебе называется какой-нибудь тот же Red Label или Ballantise, или еще какая-нибудь Бурда. Я уже не буду называть то, что в самом низшем сегменте продается. Это какой-нибудь Вильям Лоусон, который разливает в мытищик, который ничего общего в Шотландии не имеет. Какой-нибудь там Dog and Cats, Клан Макгрегор. Как некоторые думают, что это сам Конор Макгрегор выпускает эту бодягу. Это ничего общего с виски не является. Беллс, опять же. И искать в них каких-то прелестей тоже, я считаю, не стоит. Прелести в них нет. Разбавим колой. И в целом забудем о том, что мы пили когда-то виски. Просто это будет напиток с колой. Это что касаемо, например, дешевых шотландцев. Шотландия для меня это в основном односолд. Там они впереди планеты всей. У меня односолды, у меня практически сирийский шотландский. Там и дымные, и из Хайланда. Ирландцев не так уж и много. И в целом, если быть откровенным, вот что касательно ирландского виски, мне у них больше нравятся блондированные, чем односолдовые. У шотландцев односолдовое виски, оно на 140 этажей всегда опережает их блондированных коллег. То есть, когда люди, там, у меня вот не так давно спрашивали мое мнение, что подарить человеку, и там был вариант Чивос Ригал, 18 лет, и какой-нибудь односолдовый, я, то есть, там, даже думать не стоит. Надо брать односолд, так как даже десятилетний односолд, он, неважно, сколько будет лет у бленда, там, хоть 45, хоть 50, это вообще в подметки не годится. И я искренне не понимаю, зачем тратить деньги на такие напитки, как, там, Джонни Уокер, 18 лет, или Чивос Ригал, 18 и выше лет. Ну, я покупал там, ну, просто это обычные виски, и в нем вообще, ну, нет ничего. То есть, разбавлять сколы – это кощунство за такие деньги, а покупать за такие деньги виски, которые не представляют из себя ничего, я считаю, так же кощуственно. Итак, мы отвлеклись, давайте, это бленд, это односолд. То есть, что я порекомендую за деньги до 2000 рублей в дешевом сегменте, естественно, я вам порекомендую только ирландцев, никаких шотландцев, и даже вообще не смотрите ни в сторону Балантайса, Ред Лейбл вообще обходите стороной, как прокаженный. Пока отставим нашего Конора Макарагера в сторону. Итак, если уж брать за 1000 рублей, то это Кильбеган и непонятный Майзенхит. Произношение у меня, от кого-то я турок, только что приехавший в Ирландию, поэтому Мазенхит или Мизенхайт, блендед ириш виски. Что сказать, да? Да ничего, это классный, мягкий виски, который, вот, если вы хотите нормальный, качественный виски, блендированный, недорогой, за 1000 рублей, это просто ваш напиток. Пробовать я это все дело не буду, просто отставлю, вот, да вот, положу рядом с собой. Тут у меня, спросите, что? Тут у меня, как ни странно, коньячок. Неплохой коньячок. У некоторых, да не у некоторых, а у многих экспертов есть еще пипеточка, есть еще водичка. Когда они не до конца, так сказать, на нос принимаются, то, что налито внутри бокала, они добавляют капельку водички. Все это дело, как джим из бутылки, вот так вот все. Буранчиком раскручивают, потом пробуют на нос и выдают вам 140 ингредиентов этого виски. Поэтому все это нафиг уберем, коньячок оставим. И далее у нас даблинер. Я его очень хотел попробовать, долго искал, появился он в ленте, по скидке. Купил, попробовал и разочаровался. Это качественный, опять же, виски. Это именно виски в полном понимании. Это еще не одна соут, но, тем не менее, это уже классный напиток. Разочаровался я в чем? Выдержан в бурбоновых бочках. То есть, бурбон, как класс, мне не нравится. Вот эти все Джек Дэниелс и прочее, это все оставим американцам. Я люблю виски, да. Если кто-то говорит, что Джек Дэниелс, это классный виски, это классный, да и не очень классный бурбон. Это просто раскрученная марка для дутифри. Так же, как сигареты Мальборо и прочее. Это просто, вот, ну, как сказать, это символ жизни, да. Харли Дэвидсон, Мальборо, Джек Дэниелс и так далее. Но бурбон мне не нравится. Не знаю уж, из-под какого бурбона тут не написано. Но если это еще из-под ржаного, то это вообще не мое. Поэтому, вот, единственное, что меня в нем смущает, это привкус бурбона. А так, рекомендую. За свою цену брал я его, по-моему, за 1200 рублей, если не изменять память. То есть, это, вот, следующая категория, которую стоит попробовать, да, отложить. Далее у нас идет практически живая классика. Это Джемисон и Бушмиллс. И за их спиной прячется новый игрок. Это Проперт Уэллс. Давайте сначала про него. Потому что он самый молодой. Разливает Конор это все, естественно, на Бушмиллсе. Поэтому он, я считаю, что не Джемисон, а именно Бушмиллс. Это лучшая ирландская марка, вот, реально лучшая у нее. Ну, не так много виски, но они все классные. Но это позже. Проперт Уэллф также не исключение. Ну, если кто-то не любит Конора, не пейте. Если любите Конора, пейте. Ну, достаточно много спорных отзывов. Многие пишут, что хорошо нажрался. Кто-то пишет, не болит с утра голова. И это плюс. Ну, я рад за этих людей, да, которые там не нажрались или нажрались. Или у которых болит башка от всего. Скорее всего, не от напитка, а от количества выпитого, да. Проперт Уэллф. Ну, просто виски на каждый день, да. Мягкий, хороший, тройная дистилляция. Все в нем классно. Единственное, может, что-то не хватает. Это какой-то нотки. Но, я думаю, Конор со временем это исправит. У него появятся и более выдержанные сорта виски. И всякие другие варианты со всякими изысками. Следующее, о чем хотел бы рассказать, это Black Barrel Jameson. Не так давно он появился во многих магазинах. Вкус потрясающий. Если у Конора это просто классный классический виски, то здесь присутствуют какие-то ноты обожженного дубового дерева, да, в бочках, которые, наверное, это все настаивалось. Я не эксперт в этом, я не бармен, я просто потребитель. И тут присутствует своя изюминка. И он очень мягкий, очень классно пьется. Это тройная дистилляция. Это Jameson. Это совершенно иной напиток, чем привычный нам Jameson в зеленой бутылке. То есть, если увидите где-то это по скидке и хотите провести уикенд с хорошим виски, то это ваш вариант. Брал я его где-то за 1400 рублей по акции. И, соответственно, он практически равнозначен классическому Jameson, к которому мы привыкли. У классического, ну, сейчас появилось много косяков, поэтому я перестал его брать. От партии к партии он совершенно разный. Это говорит о том, что качество производства именно штатного виски, да, у них хромает. Поэтому надо как-то переходить чуть на более дорогостоящий вариант. Коим, например, является вот мои. Давайте остановимся. Два моих фаворита просто вот из ирландского бленда. Это Jameson Caskmade, выдержан в бочках из-под стаута. Сам стаут я как класс не перевариваю. Несколько раз покупал пиво, выливал его благополучно в рукомойник. Но выдержанное виски в бочках из-под стаута – это просто бомба. Вот это вот я реально рекомендую. Это 5 баллов. Это класс, единственный минус – трудно найти по акции. Я брал по акции и не буду врать, он мне обошелся в 1800 рублей. Дороговатенько. Ну, для бленда может быть, но без скидки он стоит вообще за 2000. Так что ищите, если есть акция. Просто вот это бомба. И последний бленд, ирландский, я его оставил на финиш наш – это Bushmills Black Bash. В отличие от Original, который просто мягкий. Я не беру Original, хотя он, если вот откровенно руку на сердце, если хотите классные виски за недорого, берите Bushmills Originals. Это цена, это качество, это вкус, это мягкость. То есть, это лучший виски за 1000 рублей. Лучший Bushmills вы, клянусь, не найдете ни в шотландских, ни в ирландских, ни в каких-либо иных виски. Этот дороже, даже по акции, по-моему, нет. Я его, кстати, за где-то 1300 рублей без акций, он две с чем-то стоит. Но это, в отличие от Original, это как представленный нами ранее Джемисон Каскмейт. Отличается от оригинального Джемисон. Здесь практически уже одно солод по вкусу. Здесь все выдержано, здесь все качественно, здесь все крепенько, здесь все вкусно. Это мой реально фаворит. Если не жалко потратить чуть больше денежи, чем обычно, выбирайте именно этот. И, клянусь, вы не пожалеете. Сегодня это number one. У меня тут уже целый склад. Можно уже сдавать. И сегодня два оставшихся наших кандидата. Они абсолютно разные. Сближает их одно. Они у нас односолдовый. Это Тилинг. Такая фирма, которая позиционирует, что это лухари. У них есть бутики, где это продается. У них очень стильная линейка. У них много, реально много классных виски. Сейчас я их выпил. У меня остался последний, самый, наверное, простенький у них вариант в линейке. Но он не очень простенький. Это, во-первых, без холодной фильтрации. Во-вторых, у него 46 оборотов. Выдержан в ромовых бочках и еще и в маленьких. То есть, от чего у него крепость? Из-за того, что он в маленьких бочках доходил. На вкус он очень мягкий, хоть и крепость повышена. Но, опять же, вернусь. Если выбирать между этим и этим, включая их цену, в этом случае я все-таки выбрал Джемисон. Не знаю почему, но тут больше баланса, больше гармонии. И по вкусу все-таки вот это выигрывает у этого. Но, если говорить прям о вкусе, это у нас Канэмара Питат Сингл Молд. Торфяной виски. Если я думал, что торфяной виски раньше это удел шотландцев, то тут я был удивлен. Помимо Канэмара, я пил еще хидич. Но в хидиче мне, если будете брать, не знаю, может это у меня такое мировоззрение. Мне после открытия пробки все время мерещился запах свежей сосновой доски. То есть, когда вы заходите на пилораму, и вот эта резка вам ударяет в нос. На вкус он прикольный. Именно хидич Канэмара. Но она и в половину не такая дымная, как тот же Артбек или Лафроек. Поэтому, ну, как вариант, можно брать. Но, если брать именно порфины и виски, то тут, в отличие от Ирландии, я стопроцентно за шотландских производителей. Поэтому это и это мы уберем. Достанем снова бушмилс и подведем итог. Дайте мне мой коньячок. Если мы рассматриваем недорогой виски, недорогой это значит до 2000 рублей, то я рекомендую вам только ирландцев. Вы уже, наверное, поняли почему. И две марки. То есть не искать в поле ветра, а взять Джеймисон или бушмилс. И не оригинал, и не оригинал, а именно Блэк Буш и Каск Мэйд. То есть это мои на сегодня два фаворита в сегменте до 2000 рублей из блондированного виски. Можно, конечно, купить и односолодового, постараться, но сегодня мы говорим именно о блендах. Так что, если это понравилось, напишите, стоит ли это продолжать. Бар у меня хоть сейчас и немного опустел с праздниками, но там полно классных и качественных напитков. Так что пишите, подписывайтесь на «Усатого депутата», ставьте лайки, «А я пойду налью, как ни странно, конь и очку». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова